Это мой первый самолёт. Я его начал делать, когда мне было 9 лет. Сейчас Жене Кубову 16. Рядом с его самым первым самолётом из пенопласта уже стоят более серьёзные авиамодели и два беспилотника. За последние 2-3 года, когда началась на Востоке война, в Украине очень сильно начала развиваться эта отрасль. Потому что раньше никто даже не слышал таких слов, как беспилотник или дрон. А сейчас, как только я выйду его позапускать, сразу все видят и говорят, о, это беспилотник, дрон. Школьник уже успел побывать волонтёром, помогал делать беспилотники для армии. Разрабатывать дроны с началом войны стали даже те, кто делать этого раньше не умел. Один из таких – Павел Косолапкин. Спустя пару лет волонтёрской работы в конструкторском бюро он с гордостью показывает летающее крыло «Катана», предназначенное для авиаразведки. Вот, к примеру, стандартный коптер вроде «Фантома» может залететь на 5-7 километров вглубь противника. И это очень хорошие показатели при хорошей погоде. То данное крыло может при ветре где-то 7-8 метров в секунду залететь на 25 километров вглубь. И 25 километров вернуться. От остальных беспилотников «Катану» отличает не только большой радиус действия, но и простое управление. Дрон автоматически взлетает и садится. Маршрут можно составить на планшете. Этот беспилотник создан не только для сбора информации, но и для уничтожения тяжёлой техники. Беспилотную платформу «Командор» в будущем можно вооружать противотанковыми ракетами. Полёт «Командора» с 30 килограммами груза может длиться час. Применять его можно не только на фронте, но и в мирной жизни. Для тушения пожаров, патрулирования дорог или обработки полей. Пока это только экспериментальная версия. Но конструкцию уже решили запатентовать. Самое слабое место всех коптеров во время полёта. Можно поднять много, но держаться в воздухе очень мало из-за того, что весь остальной вес – это будут аккумуляторы. Поэтому была задача сделать такую конфигурацию коптера, который смог бы летать на жидком топливе и летать долго, и брать много. Однако, несмотря на усилия волонтёров, спустя три года после начала войны потребность военных в беспилотной авиации всё ещё остаётся. «Мы не видим никакой государственной поддержки этой отрасли. К счастью, у нас появился инвестор, который готов уложить сотни тысяч долларов, а может быть и миллионы в развитии этого направления. У нас за время войны накопился большой опыт применения аппаратов. Мы знаем, какие аппараты нужны на войне, как их делать. Мы сделали уникальные вещи, которых нет нигде в мире». Волонтёры не сомневаются, что Украина из-за войны станет передовым производителем беспилотников. Пока есть те, кто умеет изобретать и готов помогать армии безвозмездно. «Сначала я хотел быть пилотом, но потом я передумал, потому что на пилота сложно и дорого учиться. И, скорее всего, я планирую быть конструктором». Марина Ступак и Женя Педин. Настоящее время в Киев.